Сейчас немножко почистим палитру, освободим место для светлых замесов кулера, белила, корни желтый светлый немного, и начинаем немножко корни оранжевого, начинаем пропись лепестков. То есть то, что сейчас как раз заставит наши лепесточки засветиться. Повторюсь, что эти оттенки у нас как раз списываются с той подготовительной работой, которую мы провели. И, конечно же, плавно растягиваются тон в тон, цвет в цвет, за счет чего получаются как раз красивые переходы. Где лепесток следующий? Где-то потом холодная она опять освеживаем. Вот из такой работы сейчас складывается у нас цветок за цветком. Чуть ближе к серединочке тронулирова. И постепенно так сейчас чуть больше желтого рядом замешаем кулера, чуть чуть потемнее будет плохо, желтая карни, желтый светлый. Засветим где-то серединки, то есть там, где тоже свет пробивается сквозь плотность туго скрученных лепестков розы. Отверстие. Затем янодичный свет. Опять берем светлый кулер и сейчас пройдемся по следующему цветочку. формируем силы бутона за счет светлых оконечностей лепестков сположили тон и разгоняем его вложили и растягиваем то есть работаем колерами не к каждому лепестку подмешиваем то есть новый цвет разница у нас конечно существует где-то мы немножко делаем так но это минимально за счет работы колерами работа убыстряется намного границы где-то светлые подчеркиваю серединке скажем лепестка остается тон чуть темнее и получается свечение сейчас провожу вначале светом потом по краям еще более светлым тонн слегка списал границу и то есть лепесток начинает светиться вложил тонн и растягиваем плавненько от светлого потянула еще несколько мазочков так вот этим светлым тоном сейчас еще не трону тре лепестки вот здесь по ярче нанесем акценту это даже прям так и густо это не положено что будет приковывать взгляд зрителя потому что цветы это у нас самое главное в картине то что должно создать образ и показать зрителю то что понравилось в этом мотиве художнику и ради чего он сел за кисти и краски то есть момент такой архиважный уж если пишем букет роз то розы то надо написать хорошо сейчас вот как раз светлыми тонами мы оставляем акценты но они у нас эти акценты списываются с полутонами положенными ранее и естественно то есть это потом еще требует где-то доработки того чтобы еще раз пройтись и акценты где-то усилить чуть больше голубенького добавлю желтенький сейчас лепесточки другой розы там они слегка помягче ну соответственно их такими и изобразим немножко утром или еще добавим вот этот бутон он не такой яркий и естественно мы выделяем аккуратнее нежнее растягиваем тона следующий лепесточек а потом еще что-то мы естественно пригасим еще холодненьким пройдемся сейчас вот списываем границы резких носков чтобы восприятие от цветочка сделать мягче вот так цветок за цветком в работе по цветам букет становится интереснее ну что видно игра света и тени следующий бутончик лепестки лепестки светлые хорошо контрастируют с темной зеленой листвой это создает как раз вот этот притягательный момент центра композиции все работает на усиление эффекта как нужного нам в данной работе и и и и и и и еще один бутон и после того как мы поработаем над цветами в наших цветах нам потом будет ясно где как раз требуется холодным оттеночком все эти касания смягчи сделать нежными легкими и воздушными легкими и воздушными нижний цветочек желтая белая желтая маленький бутон воскрешивайся также за действие вот сейчас сделана эта работа сейчас вернемся к холодным полутонам замешаем цвет с ультрамарином кроме и как раз пройдемся по светлым лепесткам где-то их пригасим и наведем тепло холодность потому что до этого мы работали тонами теплыми сейчас мы холодку внесем наш букет недаром у нас букет зимний розы светлые зимние белые такие снег за окном все получается в тену как белое на белом но с разными оттенками вот этим же холодным тоном опять по соседним лепесточкам пройдемся растягиваем темное к светлому делая мягче все градации все по стадии все поэтапно то что настраивает на добрый такой медитативный и релаксирующий настрой настроение и рассозерцание что делает живопись приятной вот вы сейчас видите насколько важна эта работа холодными полутонами потому что цветы становятся объемнее они начинают оживать с появлением этих оттенков более эти оттенки хорошо перекликаются с темой фона они дружат в то же время то есть не попадает в чистый тон но они дружат работают работают буквально как рефлекс теперь вот вот и вот и вот и еще немножко холодноватых, сиреневатых тонов. Потом мы опять пройдемся, естественно, где-то с тепленьким, что-то еще растаять. Без ударчиков таких. Еще немного холодка. Сейчас мы его сделаем чуть темнее. Чуть больше сиреневатым. Вот. Лишку я красненького добавил. Немного комбайта зеленого светлого сюда я введу. И прописываем оставшиеся не тронутые бутоны. Не тронутыми именно холодным цветом. Сейчас нужно будет на определенный момент остановиться, выглядеть работу в целом. Где и как еще и что нужно выделить, понять это. Опять вернуться, может быть, каким-то теплым акцентам серединка бутонов. Как светлым, желтоватым, так и темным, коричневатым. вот такая стадия. Вот такая стадия. без прописи еще зелени. Можно взять веерную кисть. Некоторые цветочки, то есть так слегка сфлейцевать, сделать мазочки мягче. Чтобы они более оказались прописанными, нежно. И потом опять коротить по акцентам светлого и темного. и потом у нас уже будет этап, конечно, зелени после проработки акцентов. Продолжаем работу. Сейчас будем наводить финальную стадию в прописи цветов. сейчас намешаем тепленький тон для серединки бутонов, чтобы высветить некоторые акценты. Где бутон скручен плотнее, но некоторые лепестки все-таки просвечивают. Сейчас мы их обозначим. воспользуемся муштабелем. Беливо, кадми желтый светлый, лухра желтая, чуть-чуть кадми оранжевого. Таким образом сейчас мы растягиваем. Кладем цвет и растягиваем по форме свечения. как раз получается работа с теплым и холодным. чуть-чуть оранжевого я добавил в оттеночек. Так, здесь засветился кусочек кусочек и сейчас также по всем бутонам, где эти акценты надо расставить после того, как мы сфлейцевали мазки веерной кистью. Вот у нас получаются такие теплые акцентики. Весьма и весьма эффектные, что делает работу привлекательной и приятной глазу. это вот как раз идет сейчас работа по всем бутоном, где мы видим, что этот теплый свет поставить нужно. И он как раз очень хорошо работает с теми холодными оттеночками, которые у нас были на предыдущей стадии введены в бутон. Вот это такая работа. И как раз она ведется после того, как мы мягче сделали касание лепестков. следующий у нас бутон вот этот на очереди. И все вот одним цветом, который мы замешали и сразу определили, какой оттенок нам нужен. Чуть спешу, сплицую, потом где-то сделаю эти теплые акценты мягче. сейчас опять вернусь к самым ярким и к светлым акцентам. сейчас как раз время, когда их надо уже когда бутоны все сформировались. Мы наносим решающий ударчик по свету. за счет этого становится и желтый акцент, который мы перед этим ввели мягче. И садится он туда лучше. Сейчас легко касаясь кисточкой тех мест, которые нам надо прописать, краешков, которые я сейчас выделяю, светящихся в контражуре, добивается как раз финальная стадия прописания цветов, прописи цветов. светящаяся кремочка где-то она может быть немножко объемней, то есть с фактуркой дана. Вот так вот как глячок в глазу, так и сейчас с розами мы ставим финальные аккорды. Немножко по центральному цветку также пройдемся где-то. Засветим краешки у роз. лепестков что придаст ажура детализации свечения. Но это наносится только именно уже сейчас, когда вся работа предыдущая выполнена. то есть до этого мы этого сделать не могли. То есть мы вводили все полутона и старались собрать работу воедино. Очень приятный момент, так как после этого зелень вокруг будет писать одно удовольствие. так видно, что уже работа сложилась. Видно ради чего затеяна вся у нас творческая деятельность в данном букете. очень как раз эффектно это смотрится когда пишешь. Сразу все оттеночки полутона начинают работать, так как это задумано изначально. Вот свет на нашем зимнем букете. стоило ради этого потрудиться на всех предыдущих стадиях. Вот вы видите, я сейчас высвечиваю основные касания, где лепесточек должен светиться. Выделяю их. Легким касаниями. кисточка у меня на ней не так много разбавителя, поэтому где-то мазок кладется как по полусухому, то есть я положил и растянул. Положил и растянул, сильно не вдавливая. кисть к поверхности холста сильно не прижимаю. продолжаем работу. вот здесь кусочек засветим пробочки немножко лепесток снизу осветится осветится не раскрывшийся бутончик тоже тронем и внизу склонившуюся к скатерти тоже слегка этими светлыми акцентами оживим сейчас можно также светленьким пройтись по драпировке то есть по вышивке тоже активными светами так чуть-чуть тронем вышивку плоскость сразу играет по-другому так дальше в поддержку в поддержку сейчас займемся отражениями вазочки утромарин сиена чиндилу это как раз идет пропись в перевернутом виде дворика заснеженного который виден нам за окном утромарин левого как раз идет поиск у тех силуэтов которые видны потом выделим обязательно блестящую кромочку воды также у нас красиво сработают здесь силуэты зелени так вот чуть-чуть чуть больше ультромарин поиск красивых силуэтов зелени и просветов между ними дальше еще чуть-чуть темнеет он чуть больше зелени как раз отражение дадим в основании вазы синий зеленый холодочком в то же время ножка она светится то есть в ней небо отражается очень хорошо прямо как линзы красненького добавим в этот цвет чуть ровней сделаем отражение зелени потемнее будут видны веточки роз сиена немножко зелени и как раз веточки сделаем потемнее чтобы они отличались от отражения в воде лепесток загнулся полгая зелень она немножко светлее чем та которая над поверхностью воды и мы ее прописываем полегче с большим применением беле размечаем эти цвета зеленые фц болотные темные сиена и еще немножко работы над лепестками в воде Так, дальше работа над лепестками, которые не в воде, но внутри вазы. Чем мне нравятся такие холодные оттенки в зелени листвы, тем, что они придают где-то морозной свежести данному букету. Играют на образы. Такие и сине-зеленые, и зумрудные оттенки. Сейчас их где-то сделаем потемней. Тендига красно-коричневые, зеленые ФЦ. Вот как раз те цвета, которые нам и помогут сейчас сделать темную доминанту в нашей картине. То этот большой разбег от светлого до темного, но с небольшими как бы площадями этого темного. он эффектен. Чуть подчеркнем серединку цветка. Разгоним, растушуем. И начинает появляться форма этих лепесточков. Более становятся понятными прорывочки. Серединки. Болотные зеленые. То есть у листвы будет сложный цвет. То есть он будет разниться. Не вся зелень сделана одним цветом. То есть у нас есть разница. Так, вот один листочек у нас здесь особенно светится желто-зеленым таким акцентом. И мы его сейчас вывозим. У него видимо свет так попадает хорошо, что он выделяется из всей зелени ярким пятнышком. В работе серединку опять же сделаем еще поярче. И даже еще немножечко ярче. Ну, в поддержку ему где-то там тоже желто-зелененьким блеснет. Вот. Еще листва. Дальше. Листочки уже ближе к краю картины. То есть от центра. Не все из них должны быть такими темными. То есть там конечно больше будет воздуха. Но вначале эти акценты надо внести, а потом их нужно списать. Синяя. Штанишки такие. Розочек появится. дальше где-то зелень чуть поярче дадим но главное тут не переборщить чтобы краям букета зелень была помягче и она была в легкой дырке вот у нас такая задачка чуть белил сейчас ультрамаленечко немножко и вот этим вот холодным светлым тоном пройдемся в касаниях по некоторым листочкам и зелени растяненных чтобы было больше воздуха было видно, что на них много холодных рефлексов здесь зеленый акцент чуть-чуть будет присутствовать стволик стволик и сейчас листву листочки листочки упавшие на столе они нам нужны еще и затем чтобы показать падающую тень на скатерочке и поиграть в светотень по самой структуре листа зеленый уфц ультрамарин и лепим тень листочков так чуть сиены больше яркий получился оттенок и листочкам в светотень как и листочки Вот так у нас киевая часть листа появилась. Этот листочек он немного изогнут, но у него тоже потом цвета выделим где-то и сейчас теплые тени. Теплые тени на кружевной скотерочке на подоконнике. Сейчас этими же теплыми тенями здесь край скотерки. Немножко откорректируем. Промежуточки также в скотерке тоже с темненьким дадим. То, что у нас вышло. Везде тоже найдем алгоритм просветов. Сейчас сероватая эта она. Границу света и тени с холодком выразим. Как раз этими серенькими тонами. Чуть замешаем матиночек потеплее кадния оранжевого. Добавим слегка в него. То есть серенькими уже тепленькими. Вот так ты чочками, мазочками имитируем как раз фактуру кружевной скотерки. Чуть-чуть по светам. То есть здесь белил больше присутствует. Но все равно не таким ярким тоном, чтобы он не путался на освещенной поверхности. Ну вот, в общем-то, на данном этапе все. И вполне, то есть для поставленной задачи мы справились. У нас прописаны розы. Есть обозначение. И вазы. Вот единственное, что где-то надо будет тронуть чуть ярче. Блики в водичке. Чуть детальнее их разобрать. Где-то грань стеклянная. Подчеркнуть немного. Как слева таки справа. И вот здесь вот. В основание. И самым светлым тоном, то есть я сейчас тут немножко пережал. Смягчил. Чтобы путаницы в бликах не было. Еще немножко светло-холодненьким по листочку. Смягчил. 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 Так. Как живи здесь? здесь. Можно еще дать немножко тень поактивнее под скатертью, и это будет уже финальным аккордом. Черная, это индейка красно-коричневая, сиена. Как раз те цвета, которые помогут выразить эту тень. Чтобы было понятно, что под скатеркой несколько темнее. И в глубине подоконника. Немножко выделим. Вот такая картина-обманка. Могу сказать, что если вы ее оформите в хорошем итоге, то это у вас будет как еще одно окно дома. И картина одновременно. До новых встреч. Работайте вместе с нами. Творческих вам успехов. Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...